Катя нашла книгу «Как брать интервью». Прекрасно. А я вот сижу, читаю комиксы. Мы находимся в книжном магазине, прямо в центре города, по имени Неску. Или по Штефану, да? Как-то так. Пока отдыхаем. Можно присесть на мягкий такой квадратик и почитать. Так, ну что, друзья, давайте сегодня зайдем еще в один магазинчик. Тут, конечно, сверху фасад так себе, но это мы находимся прямо на центральной улице. Магазин технологических всяких гаджетов и всего такого интересного, классного. Давайте зайдем посмотрим. Да, здравствуйте. Ну вот, собственно, магазин. Это очень. О, всякие чехольчики. Так, мы кушаем вкуснятину с Катей. Подошел так что мужик. И тут же просит, говорит, кушать хочу, кушать хочу. И выбирать самое дорогое блюдо за 28 лей. Короче, там шикарный гамбургер. Я подумал, блин, как-то совсем наглое, по-моему. И мы ему дали 5 лей всего. Хотя я не люблю давать вообще ни копейки, но 5 лей вроде не сильно большая сумма. Ладно. Может быть, действительно хочет кушать. Но если человек действительно хочет кушать, то он не будет выбирать. Он просто скажет, что хочу кушать, что-нибудь дайте. А не так, что дайте мне вот это самое дорогое блюдо. Итак, битва века начинается. Три! Я слышал хруст. Покажи свое. На, ну все. Не хочу. Ну, здрасте. Ну, здрасте. Ну, а всегда. Друзья, ощутите разницу? Это одна пешечка джанго. И напротив, вот, все из комплекта. Я вам покажу сейчас. Ой, младь, младь. Как просто кирпичи, реально. Просто невероятно большое джанго. Вот такое. Да. Практически... Кирпичи? Да, подрост. Так, намечается уже интересное что-то тут уже. Смотрите, какая высокая башня. Слава... Доброе утро, товарищи. Мы с вами находимся вот этот вот шикарный дом. И мы в нем даже смогли переночевать. Сегодня у нас пока что неизвестные планы абсолютно. Но для начала надо позавтракать. Да. А потом уже посмотрим, что-нибудь изучим интересное. Друзья, находимся на центральном рынке. Прямо вот буквально возле центрального входа его. Слишком много я произношу это слово, но тем не менее. Вот как он выглядит в столице Молдавии, в городе Кишинев. Соответственно, мы с вами сейчас чуть-чуть прогуляемся. Я взял кофе, как обычно. И мы идем как раз таки сейчас возле главного входа сейчас пройдемся. Конечно, дорога не очень стабильная. Но мы не сдаемся. Мы сейчас выйдем на центральную как раз таки площадь Штефан Чалмари. Ну, не площадь, а улицу. Ну, вот центральный вход главный. А напротив рынок называется Эра. Там уже, где светофор уже начинается, как раз таки Стефан Чалмари. Кофе довольно-таки вкусный, стоит он порядка 15-20 лей. Вот цену. Дорога, конечно, немножечко такая убитая, но тем не менее. Хотя центральная улица, вот прям совсем центральная. Машины там, где катаются. Не убрали, кстати, с окна. У кого-то зима и Новый год. Это, конечно, пугает. О, главное прятать свое лицо. Бабушки такие есть в Москве всегда, на центральных точках главных. Тоже вот так стоят и просят. А полиция бездействует. Это, конечно, не очень хорошо. Мы идем сейчас, пройдемся в центральный вот этот уник магазин Универсал. Посмотрим, что там есть интересного. Ну, друзья, мы вышли на озеро. Не знаете, как оно называется? Давайте посмотрим, хотя бы, как оно выглядит. Просто нам туда надо будет пройти. Там, конечно, не очень чисто. Смотрите, за озером ухаживают, чистят его. И это, конечно, очень круто. Редко кто делает так, потому что в основном озера очень быстро покрываются толстым-толстым слоем каких-нибудь трав гниющих и водорослей и так далее. А мы продолжаем с вами прогулку. Сегодня решаем свои небольшие дела. Забираем документы на собак. Вот. И заодно прогуливаемся. Показываю вам Кишнев. Может, кому-то будет интересен. Потом покажу Германию. Скоро, кстати, пойду в Германию. Пока не знаю, какой я город. Но скоро тоже об этом узнаю. Смотрите, какая странная. Странные постройки очень. Ну и вот домик. Гуляем, ходим здесь, рядом с озером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы находимся в книжном. Я читаю книжечку в Миссис Тати. Книжный вот такой вот. Друзья, не знаю, как церковь даже называется, но мы, скорее всего, туда зайдем, посмотрим вообще, что это такое. Тут, конечно, очень много что строится, но есть уже и то, что построилось. И есть разные попы, которые вот когда-то что-то основывали и так далее. Но это как бы не совсем интересно, я думаю, не всем, по крайней мере. Ну, а мы зайдем с вами вот в храм. Красивый такой, да? Если он работает, конечно. Да, вот храм, как выглядит со стороны. Внутри я смог сфотографировать. Разрешила. Там была... Не хочу никак обидеть. Ну, монашка, по-моему, ее зовут. Женщина, которая... Или монах. Я не знаю, правильно? Да, очень милая, да, так и есть. Очень милая женщина. Она нам сказала, что вот в подвале основной вход. Мы зашли, оказалось, что в подвале подвал. А основной вход, как бы, там, получается, ну, рисуют еще. И пока что не закончили. Они планируют закончить через три года. И мы, соответственно, смогли сделать фотографию. Там действительно очень красиво. Как-то так. Видите, какая странная постройка интересная. Похожа на дом для голубей. Катя говорит, ну, такие есть, скорее всего, передняя часть. Да, вряд ли туда мальчишки заберутся. Ну, туда в любом случае кто-то забирается, скорее всего, через вот эту трубу. Вот, да. Я уже вижу этот вход. Да, но это, как бы, чтобы вы понимали, происходит прямо вот во дворе. Врасик это голубей. Это, конечно, очень странный. Прикольно выглядит. Пропадаю. Пропадаю меня за спиной Перепомню только сейчас Не летаю, пропадаю я А тебе ест? Кушай, кушай маленькое Вот, ну, это очень вкусно Потрясающе просто Друзья, мы только что заметили, Катя смеется Ванна на балконе Это просто потрясающе Можно и мыться сразу И как бы, вот, вроде и удобно Почему нет? Каждый день у нас какие-то приключения Каждый день мы что-то делаем И гуляем Сегодня мы, получается, очень вкусно поели Снова в этом ресторанчике, про который я вчера говорил Вот, и И сейчас идем непосредственно в дендропарк В дендраре Погода, не сказать, что прям вот Солнечная и ясная и классная Ну, зато не жарко То есть, как бы, зато нормально Попел караоке Да, и нам дали куличечек Да Сегодня со Славой И с его детьми посмотрим Немножечко парк Как он красивый, классный и крутой Как он при Собянине стал лучше Ой, в смысле, это же не Москва, я забыл Да, ну, при Санду вот, точно Так, друзья, смотрите, какая красота и прелесть Просто потрясающе, невероятно Вау Очень красиво Не буду пить и пробовать, конечно, но классно Мы находимся в Кишиневском дендропарке Тут очень красиво Вот эта речушка прям течет Ключики любви Ключики любви Ключики любви Это тополь Да, это тополь Но есть гигантский такой же Я рисовал, похоже Класс Что, портишь мне все Всегда найдется друг, который вот возьмет просто и вот так вот Слушайте, так красиво Даже не ожидал, что в ботаническом саду Кишинева такая будет красота С нами еще пёсель, вот смотрите, увязался такой Пёс-барбос, тебе не нос Здравствуйте Пёсель, как зовут? Ну, давайте немножко прогуляемся Посмотрим мы тут еще очень красиво Потрясающе просто Просто невероятно Завтра, кстати, мы увидимся с оперной певицей Сниму тоже, как она Сниму, как она поет Как она преподает Немножечко мне расскажет Что, как правильно петь Обратите внимание на эту потрясающую куропатку Канал Дискавери Канал Дискавери Слушайте, она стала популярной Дискавери Это Катерина, потому что это глаз Это сенсор просто Это глаз Да, это глаз Глаз даже у бактерий есть По-моему, это такой реалитик О, подробный япаль Дай, подробный Да, ты с вами не признаешь Ну что ж, друзья Мы идем уже вечер На самом деле Вот сейчас вот так Чтобы вы понимали Естественно Мы идем сейчас Попробуем понять, где ключи От какой квартиры Потому что нам сказали Что вроде бы вот Либо справа Вот то, что Мы там Может быть живем Либо слева Но вряд ли, конечно То, что слева Или то, что прямо И мы сейчас Как раз таки узнаем Пароль какой там А, нельзя, да? Подписчики Вы ничего не слышали Кто еще? Потом скажут мне Предъявят, что Пароли разбазариваю Такс Ну давай тут попробуем 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 Пинь, 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 пинь Там какой-то пароль Сейчас, Катя Если все получится Сработало Быть такого не может Сейчас нас мячиком Будут пытаться убить Да мы не сдаемся Где-то туда мальчики бесятся хочу еще делать хотя детская площадка есть центре двора бабушки будки то сейчас сидите говорить учет еще строится мы и вот такой вот комфортабельный дом шикарный так как-то темноватенько темноватенько